МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я все прекрасно понимал, что это мой долг, и я должен обязательно его выполнить. Раньше я занимался деятельностью, состоял в организации «Патриот Украины». Мне тогда было 14-15 лет, но я еще до конца не понимал в самой сути, но я находился, я тренировался, у нас были вышкалы. Потом я поступил в лицей железнодорожный, отучился там. Как раз в момент моей учебы начался Майдан и все эти движения. На последнем курсе как раз мне так получилось, что я попал на Майдан, но не киевский, а в Запорожье. Потому что в Запорожье тоже было движение, и я посчитал нужным, что я лучше буду принимать участие именно на Запорожьком Майдане и вкладывать туда какие-то свои силы. Затем начался конфликт на Востоке, война в 2014 году. Так как я состоял в организации «Патриот Украины», полк «Азов» сформировался из людей, которые выходцы из «Патриот Украины», можно сказать, одно движение. Соответственно, я пошел добровольцем в 2015 году, летом поехал в Киев на АТЭК, тренировочную базу, и начал свой путь в «Азове» именно с этого момента. Потом нас повезли на Урзов, и оттуда уже дальше попал в «Сотню», то бишь в «Третью Сотню», она базировалась на Юревке у нас. Получается, в 2016 году мы переехали уже на Мариуполе, жили на Мариуполе, в заброшенной школе, которую отреставрировали. Условия у нас там были, я бы сказал, даже отличные, даже лучше, чем дома, потому что кормили нас три раза в день, а там была отличная еда. Спальные условия, но это было реально евроремонт, нормальные кровати, были отличные условия для того, чтобы жить, тренироваться и развиваться. Я как бы понимал, что я нахожусь на территории, которая называется АТО. У меня не было вообще никаких эмоций по этому поводу, как-то я спокойно все это воспринял. Плюс коллектив, в котором я был, это были реально крутые ребята, которые никогда не умевали. Это реально очень впечатлило меня, потому что я, не думал, что у нас настолько все смелые, храбрые люди. Мои родные знали, что я поехал на войну, это получается, я им сам сказал, что вот я поехал, да, как бы, ну, восприняли они это все, соответственно, как мать воспримет то, что сын поехал на войну, правильно? Я все прекрасно понимал, но я считал нужным, что это мой долг, и я должен обязательно его выполнить. Дома отсиживаться, это глупо, это удел слабого человека. Я не называю каждого человека слабым. У каждого своя работа, но если у тебя есть возможность, то ты должен поехать и сделать. Со своей женой я познакомился уже, когда я был на войне, как бы, ну, на войне, как бы, в секторе. У меня жена тоже служила в 40-й арт-бригаде на тот момент. Мы были два военных человека, вот. Свадьбу мы не играли. У нас получился такой момент, что ей нужно было уезжать на службу. Она приехала ко мне в Мариуполь. Мы хотели сыграть нормальную свадьбу, как у всех нормальных людей, но у нас реально было очень мало времени. И, как бы, рисковать, оттягивать на потом, как-то было не очень. Мы расписались за час. Ну, адаптация на мирной территории у каждого по-разному. Есть люди, у которых она происходит реально очень тяжело. Есть люди, которые проходят ее проще, да. Я проходил адаптацию, ну, буквально, наверное, месяца три. Ну, я, как бы, я не понимал своих друзей, потому что, ну, они, у них были мысли. Они у такого же возраста, как и я, но у них были мысли, как у 15-летних детей. Я не мог найти общий язык, как бы, с людьми, потому что я не понимал, о чем они вообще говорят. Я не читал, обсуждают непонятные какие-то бытовые проблемы. Для них это глобально. Вот. Ну, потом уже спустя месяца три я уже понял, что это все нормально, так должно быть. Сейчас я состаю в организации национальной дружины. Вот. Так как я посчитал, что мой долг на Востоке закончен в данный момент, я хочу сейчас, как бы, заниматься понятием своего города. В нашем городе просто большая численность преступного элемента, и я не считаю это правильно. Надо наводить порядок в своем городе и наводить порядок в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова